С большим наслаждением послушала Зайру Григорьевну, которая с легкостью рассказала о таких сложных вещах, как механизмы, возможные механизмы развития токсичности, о сложнейших иммунных механизмах, которые происходят и реакциях в организме, особенно когда используются онкоиммунные препараты. А я хочу остановиться на методологии, на тех особенностях методологических, клинических исследований онкоиммунных препаратов. Начиная с 2011 года, публикации не только медицинских изданий, но и достаточно публицистических, начали нас радовать терминами «прорыв», «прорыв», «надежда». Появляются излеченные при таких фатальных ранее заболеваниях, как диссиминированная меланома, уротелиальный рак диссиминированный, немелкоклеточный рак легкого, плоскоклеточный рак легкого, опять меланома, новые возможности, карцинома Меркеля. И все это послужило большим толчком для изменения методологии и регистрации препаратов. С 2015 года FDA ввела особую категорию одобрения по показанию «прорывная терапия». И впоследствии, чего мы очень ждали, и наконец-то это появилось, появились адекватные критерии оценки эффективности онкоиммунных препаратов. Следует сказать, что за последнее время из тех препаратов, которые были одобрены FDA по категории «прорывной терапии», более 40% были препараты противоопухолевые. И важно, что все зарегистрированные на сегодняшний день чекпоинт-ингибиторы, а их на сегодняшний день уже 6, были одобрены FDA по категории именно «прорывной терапии». Отличительными особенностями исследования категории «прорывных» является то, что регистрация большинства этих препаратов идет уже по результатам исследований первой-второй фазы, чего мы никогда не видели ранее при регистрации стандартных цитостатиков и таргетных препаратов. И, как вы видите, препараты, регистрируемые по категории «прорывных», в большинстве своем, почти 80% регистрируются по пути ускоренной регистрации. При анализе зарегистрированных FDA противоопухолевых препаратов с 2013 по 2015 год оказалось, что из 29 новых противоопухолевых препаратов 12 было одобрено по программе «прорывной терапии». Еще одной важной отличительной особенностью препаратов онкоиммунной направленности является то, что на время от начала исследований до регистрации показаний проходит значимо меньше лет, почти на два года меньше, чем при регистрации препаратов классического механизма действия. Итак, чем же отличаются исследования первой фазы цитостатиков, таргетных препаратов и чекпоинт-ингибиторов? Отличий много. Во-первых, нету, поскольку линейной зависимости дозы эффективности и токсичности очень сложно достигнуть дозы лимитирующей токсичности в исследованиях первой фазы. И для выбора дозы для второй фазы, для последующих фаз исследований определяется минимальная иммунологически активная доза. Для включения пациентов в исследование онкоиммунных препаратов очень важно понимать спектр ожидаемой токсичности, и, соответственно, критерии отбора пациентов в исследовании онкоиммунных препаратов, они особые, именно с учетом возможного спектра нежелательных явлений. Очень большие трудности связаны с тем, что сложно оценивать фармакокинетику и фармакодинамику онкоиммунных препаратов. Как раз это связано с тем, что мы не знаем точных биомаркеров эффективности и особых механизмов действия, и что происходит в организме после использования онкоиммунных препаратов. Очень сложная проблема идентификации и валидизации методики определения биомаркеров эффективности. И проблема в том, что часть препаратов онкоиммунной направленности были зарегистрированы и одобрены к применению уже на основании результатов первой фазы, что, в общем-то, создало достаточно большие трудности для определения показаний и вообще концепции фаз вторых и третьих, поскольку регистрация на основании первой фазы позволяет уже использовать препарат. А как мы знаем, третья фаза, как правило, например, предусматривает сравнение со стандартным методом. А являясь препаратами прорывного действия, сравнивать со стандартными методами уже становится не очень этичным, особенно для таких локализаций, как, допустим, диссиминированная меланома. Итак, к особенностям еще первой фазы исследований чекпоинт-ингибиторов следует отнести следующее. Доза, лимитирующая токсичность, была продемонстрирована только в одном из 13 исследований первой фазы. Это были иммуно-опосредственно нежелательные явления, связанные с нейротоксичностью, развития синдрома Гиона-Берре. Более того, оказалось, что иммуно-опосредственно нежелательные явления проявляются не сразу, а спустя только 4-8-10 недель, поэтому адекватно оценить, достиг пациент доза лимитирующей токсичности или нет, очень сложно. Более того, после отмены онкоиммунного препарата, даже при развитии серьезных, связанных с этим препаратом нежелательных явлений, происходит самостоятельная регрессия этих проявлений и возобновление в дальнейшем использовании этого препарата позволяет эффективно и долго поддерживать жизнь данного пациента. Максимально переносимая доза была достигнута тоже только в одном из 13 исследований. Это было исследование, посвященное 3-милимумабу, но пока этот препарат не получил регистрации для использования. В трудности выбора дозы препарата для второй фазы, как я уже сказала, связаны с тем, что мы не знаем, как правильно оценивать фармакокинетику и фармакодинамику. И вот из этих 13 анализированных исследований, в 10 для второй фазы была выбрана максимально использованная доза, а в 2 была выбрана доза на основании фармакокинетики. Итак, основные отличия по фазам препаратов цитотоксических, таргетных препаратов и онкоиммунных. Если мы до этого основывались на следующих позициях, что в первой фазе исследований мы оцениваем безопасность, фармакокинетические, фармакодинамические, одно или нескольких доз исследуемого препарата, какие-то лекарственные взаимодействия, и изучаем именно максимально, выявляем максимально переносимую дозу, то в первой фазе этого не происходит. И когда во второй фазе классических исследований мы уже можем оценить эффективность, режим безопасности, оценить дозозависимость эффекта, определить наиболее выиграющую когорту, при исследовании чекпоинт-ингибиторов уже после первой фазы нам становится ясно, в какой когорте пациентов препарат показал свою эффективность, и очень часто, минуя вторую фазу, препарат уходит либо в третью фазу, либо вообще уже получает одобрение к использованию. Заяра Григорьевна уже коснулась особенностей нежелательных явлений, связанных с использованием чекпоинт-ингибиторов. Исследования, которые проводятся, как я уже сказала, с конца 2000-х годов, показали, что в большинстве своем нежелательные явления обусловлены имеющимися генетическими нарушениями генов CTL4, PDL1, PD1. Именно эти гены и обуславливают большую часть развивающихся аутоиммунных заболеваний. Спектр нежелательных явлений онкоиммунных препаратов достаточно широкий, и, как было показано в исследованиях, при использовании анти-CTL4 антител 90% пациентов имело нежелательное явление той или иной степени выраженности, по сравнению с 70%, когда использовались анти-PD1 и анти-PDL1 антитела. При сравнении степени выраженности и частоты встречаемости нежелательных явлений в зависимости от используемого антитела, следует отметить, что чаще и более выраженные нежелательные явления встречаются именно при использовании анти-CTL4 антител. Наиболее частым нежелательным явлением при использовании этой группы препаратов является кожная токсичность и гастроэнтестинальная токсичность, а именно колиты. Как я уже сказала, помимо того, что онкоиммунные препараты позволили создать новый подход к регистрации препаратов онкоиммунной направленности, создали группу прорывных препаратов, наконец-то была сформулирована и отработаны гайдлайны по критериям оценки эффективности противоопухолепрепаратов онкоиммунной направленности. И вот совсем недавно в Ланцете наконец-то были опубликованы четко сформулированные гайдлайны по оценке иммунных противоопухолевых препаратов. Основное отличие критериев оценки эффективности онкоиммунных препаратов заключается в том, что прежде всего мы оцениваем общее состояние больного, потому что зачастую даже появление формально ранее оцениваемых как прогрессирования новых очагов при использовании онкоиммунных препаратов не следует на первом же обследовании считать прогрессированием, а вводится понятие новый бэзлайн, новый исходный уровень массы опухолевой, которая будет в дальнейшем оцениваться и ориентируется прежде всего на общее состояние пациента. И только если при следующем обследовании после уже нового введенного исходного уровня отмечается увеличение проявлений болезни более чем на 20%, регистрируется прогрессирование болезни, но опять же есть указания, что все равно нужно учитывать общее состояние пациента. Если посмотреть на эту сложную схему, то видно, что ранее, когда мы, в том числе и онкоиммунные препараты, а начиналось именно с этого, оценивали по старым критериям оценки эффективности, когда появление любого нового очага или увеличение старых очагов более чем на 20% уже считалось прогрессированием, то есть эти больные переставали иметь возможность получать, наверное, высокоэффективный препарат, то по новой системе оценки большая часть пациентов имеет шанс получить выраженный и противоопухолевый эффект и максимально отсрочить развитие прогрессирования болезни, чтобы именно на основании этой особенности состояния опухолевых очагов на фоне онкоиммунных препаратов был введен феномен псевдопрогрессии. На примере меланомы я продемонстрирую, как это происходило. Пациент с значимым количеством кожных проявлений болезни начал получать эпилемумаб. Через 12 недель клинически было отмечено значимое ухудшение состояния опухолевых очагов, что раньше по критериям рецис однозначно расценивалось как прогрессирование болезни. Однако продолжение лечения такому пациенту в части случаев позволяет добиться уменьшение проявлений болезни, а на каком-то этапе, спустя, причем очень длительный период времени достигнуть полного эффекта и уже даже после отмены онкоиммунного препарата сохранять достигнутый полный клинический ответ на протяжении очень длительного срока. Именно с момента изучения этих препаратов у нас появились действительно излеченные пациенты с такими метастатическими опухолями, как меланома диссеминированная, долгожители с немелкоклеточным раком легкого, долгожители, которые переживают два и более лет с плоскоклеточным раком легкого, уротериальной карциномой, рак почки, для которых при использовании этих препаратов сейчас два года является абсолютно средним сроком жизни. Феномен псевдопрогрессирования был хорошо в дальнейшем изучен и было показано, что пациенты, у которых правильно было расценено псевдопрогрессирование, не было расценено как истинное прогрессирование болезни и лечение им было продолжено, получали возможность жить больше, чем те больные, которым лечение было по этому факту псевдопрогрессирования прекращено. Очень важный момент, который сейчас изучается при исследовании онкоиммунных препаратов, это поиск биомаркеров эффективности. На сегодняшний день для тестирования ПДЛ-экспрессии используется несколько клонов антител и определены очень различные так называемые кат-оффы, то есть порог позитивности опять же не определено в чем? На опухолевых клетках, на иммунных клетках и какой порог позитивности для какого клона и для какого заболевания является действительно значимым. И на сегодняшний день экспрессия ПДЛ-1 определяет показания однозначные показания к назначению только в первой линии немелкоклеточного рака легкого. Это было продемонстрировано на примере препарата антипеди-1 антитела пембролизумаба. И еще одно четкое есть, мы имеем предиктор эффективности, это так называемая высокая микросателитная нестабильность, поскольку в исследованиях, причем исследованиях первой фазы уже было показано, что при использовании антипеди-1 антитела пембролизумаба у больных опухоли, которые имели высокую микросателитную нестабильность, был четкий противоопухолевый эффект, то есть этот маркер можно использовать как предиктор эффективности одного из чекпоинт-ингибиторов. Итак, что же нам уже сегодня дали и чего мы ждем от исследований онкоиммунных препаратов? Проведенные исследования и накопленный опыт показали высокую эффективность при ранее абсолютно фатальных заболеваниях меланома, немелкоклеточный рак легкого, в том числе и плоскоклеточный, мелкоклеточный рак легкого, рак головы и шеи, уротелиальный рак, гепатоцеллюлярный рак, карцинома Меркеля. Очень хорошо уже изучен спектр токсичности и разработан ряд эффективных и безопасных режимов. Однако остается все-таки больше нерешенных вопросов. Поскольку использование онкоиммунных препаратов не является опухолевоспецифическим, очень важно понимать значение ПДЛ-экспрессии, необходимо искать иные маркеры предсказания эффективности, нужно найти маркеры резистентности, чтобы правильно определять показания к назначению и активно изучать эффективность и безопасность комбинации уже изученных онкоиммунных препаратов между собой с таргетными препаратами и цитостатиками. Спасибо за внимание. Спасибо большое это удивительный доклад, очень интересно. Коллеги, вопрос. А как ты читаешь в свое меморитетическое сомкоиммунное? На сегодняшний день уже есть официально одобренные показания по использованию онкоиммунных препаратов, в частности антипидии, антител пембролизумаба в комбинации с химиотерапией с классической первой линией немелкоклеточного рака легкого цисплатин с олимптой. В комбинации первой линии было показано просто несопоставимое преимущество в отношении эффективности непосредственной, а самое главное в отношении длительности сохранения эффекта и при таком подходе, то есть при использовании антипидии, антитела и классической химиотерапии достаточно безопасно удалось добиться того, что без признаков прогрессирования болезни живет уже больше 35% больных. На протяжении 18 месяцев на АСКО были доложены результаты примедияния фулуапа этого исследования 18 месяцев. Есть уже официально одобренные комбинации двух онкоиммунных препаратов для лечения меланомы и немелкоклеточного рака легкого. Это комбинация эпилемумаба с неволумабом. Как раз именно это исследование позволило показать отсутствие дозозависимого эффекта и показать, что за счет оптимизации дозировки удалось минимизировать нежелательное явление и получить просто какие-то феноменальные результаты выживаемости при наблюдении по-моему, если мне не изменят память, более 60% живы без прогрессирования на протяжении уже более чем трех лет. Это очень серьезное достижение, а самое главное, все больше и больше появляется данных о безопасности такого совместного использования. А как выглядит с спектра отечественных препаратов? Анкоиммунные направленности? Да. Официально одобренных отечественных препаратов пока нету, но, насколько мы все знаем, сейчас ведется законченное исследование, набор в исследовании первой фазы, идет наблюдение за пациентами, которые уже получают это лечение, и, я так понимаю, готовится инициация исследований второй фазы, поскольку мы хотели добиться максимально переносимой дозировки, то есть получить дозу лимитирующую токсичность, но, как я показала, как и во многих исследованиях, она достигнута не была, и была выбрана максимально введенная доза, это один из принципов, который допускается сейчас для перехода ко второй фазе, сейчас, я знаю, готовится инициация второй фазы по показаниям меланома и немелкоклеточный рак легкого. Но это новая группа препаратов или повтор 6-9? Ну, Михаил Романович, как Вы видите, на сегодняшний день есть официально два зарегистрированных антипеди-1 антитела неволомаб и мидролизумаб, и, насколько я знаю, российский препарат, это тоже один из представителей антипеди-1 направленностей, и уже зарегистрированы четыре антипеди-1 антитела, поэтому, я думаю, как сказала Заря Григорьевна, их появляться сейчас будет с каждым годом все больше и больше. А возможно, когда поймут, какие еще механизмы вовлечены в процесс растормаживания иммунного ответа противоопухолевого, возможно, количество и классы этих онкоиммунных препаратов будут только увеличиваться. И последний вопрос. что случилось с меланомой? На АСКО с меланомой случилось что-то интересное. А именно, да, долго стоял вопрос о том, что зарегистрированные для адювантного применения дозы эпилемумаба 10 мг на взгляд человека, который держал в руках этот препарат, выглядело абсолютно страшной, потому что когда речь идет об адювантном профилактическом лечении, понимать, что часть пациентов погибнет просто от лечения, было как-то неэтично и рука не поднималась. Сейчас на АСКО в этом году доложили результаты исследования, где доза эпилемумаба была оттетрована и в комбинации с неволумабом, то есть доза эпилемумаба 1 мг на килограмм с классической дозой неволумаба 3 мг на килограмм в адювантном режиме, позволило увеличить число излеченных пациентов при меланоме 3-й стадии более чем на 20%, то есть сейчас на момент анализа, по-моему, 3 года почти 70% это 3-я стадия меланомы не имеют признаков прогрессирования болезни. А насколько мы знаем, для онкоиммунных препаратов больные, которые достигли эффекта, а еще если речь идет о полном эффекте, имеют самые высокие шансы не иметь признаков проявления болезни длительное время, то есть по факту быть излеченными. А создание рабочей группы конечно же поддерживаю, потому что как раз с учетом того, что и российский рынок выходит на это поле, я думаю, что нам будет даже проще работать совместно в этой группе и в общем-то с удовольствием поддерживаю. Людмила Григорьевна, вы как раз в своей презентации показали о том, что препараты эти за рубежом FDI регистрируются по прорывной программе. У нас тоже есть обращение фармкомпаний о том, чтобы внедрить механизм регистрации именно по прорывной программе, то есть как технологии прорыва. Вот считаете ли вы, что это было бы целесообразно, учитывая того, что если препарат не участвует в МКИ, он в Российской Федерации должен в любом случае проходить клинические исследования. То есть следует ли более пристально обратить на это внимание, это как бы первый вопрос. Ну и второй вопрос достаточно близкий к тому, что сейчас разрабатываются активно клинические рекомендации. Вот насколько сейчас принимается участие в том, чтобы в клинических рекомендациях вот был задействован этот комплекс, предыдущий докладчик кто же на это обращал внимание. Вот это сочетание, то есть с одной стороны рекомендации как эффекты, с другой стороны это тщательно отслеживание с использованием маркеров, которые бы подтверждали эффективность и безопасность в отношении, вернее ответ, то есть отсутствие там эффекта или наоборот подтверждение резистентности, чтобы продолжать лечение. То есть насколько это находит отражение вот готовящихся материалов. То есть первое вот прорыв и второе клинер. Что касается категории прорывных препаратов, мне кажется, что не может быть не все, которые были зарегистрированы по этой категории, но те препараты, которые дали шанс на излечение в ранее абсолютно фатальных опухолях могут иметь какие-то поблажки для включения в программы российские обеспечения. Мне так кажется и более того, почти все эти препараты так или иначе имели уже и программы расширенного доступа в Российской Федерации и опыт клинический у большинства специалистов уже имеется. То есть почти все пункты о возможности включения в списки этих препаратов они имеются. А что касается включения в рекомендации, тут нам надо к этому стремиться, вот о чем вы говорите, Елена Анатольевна, но пока, к сожалению, я подчеркнула, что мы не имеем валидизированных и стандартизованных маркеров предсказания эффективности и резистентности. Только два показания на сегодняшний день отпираются на четкое наличие или отсутствие какого-то биомаркера. Это первая линия немалкоклеточного рака легкого с ПДЛ-экспрессией более 50% и наличие в опухоли микросатолитной нестабильности. Поэтому в этих случаях мы можем включить эти указания в клинические рекомендации с четким ограничением пациентов, кому может быть показано то или иной вариант тонкой иммунотерапии. Все остальные научные изыскания должны получить подтверждение в хорошо организованных российских под эгидой нашей новой рабочей группы исследований, которые возможно будут иметь юридическую силу для включения в рекомендации. Возникает ситуация, о которой Заяра Григорьевна говорила, что мы с вами в перечне, у нас в принципе уже в перечне есть препараты, в отношении которых последующий эффект и их массовое применение при отсутствии контроля маркерного оно непредсказуемо с точки зрения эффекта для конкретного пациента. То есть опять же небольшая группа получается врачей может контролируемо использовать эти препараты в своей практике, а мы их пускаем вообще в широкое использование достаточно и поэтому насколько я как услышала все-таки есть риски этого мы сейчас с вами опять будем обсуждать при включении в перечень самая большая группа это онкологические препараты их там уже более 40 вы знаете опять подано это ровно те препараты о которых сегодня мы с вами говорим вот все-таки действительно мне кажется что нужно более жестко тогда контролировать и определенные рекомендации со стороны профессионального сообщества по использованию то есть это должен быть четкий алгоритм иначе я слышу больше даже рисков вот такого бесконтрольного о чем сказали что это может быть вообще дискредитация супер эффективного средства фармакологического да которое вот так вот может быть непрофессионально использовано или на конференции есть мы же с вами знаем что у нас вот небольшая группа врачей которые хотят постоянно обучаться а иногда просто мы не успеваем ответы слышим очень дельный совет обязательно при надеюсь включении в списке хотя бы одного из онкоиммунных препаратов пока ни один из них не включен в списке конечно же нужно обязательно как это делается в инструкциях FDA того же самого black box черный черный бокс где во первых строках инструкции написано особо опасные виды токсичности то есть врач открывая препарат первое что видит то на что ему нужно обратить внимание на чем он должен сосредоточиться и знание вот прочитав это он в большинстве случаев может просто избежать или вовремя сделать так чтобы минимизировать развившиеся нежелательные явления как я сказала для онкоиммунных препаратов отмена препарата позволяет в большинстве случаев добиться того что регрессирует проявление вот эти вот иммунные реакции и потом возобновление лечения уже безопасно и мы позволяем даем возможность получить эффект лечения поэтому вот эти черные боксы обязательно должны быть внесены в российские инструкции а в рекомендациях конечно если случится такое счастье эти препараты появятся в списках обязательно будут указаны основные позиции на что должен врач обратить внимание и я думаю что все получится нет почему в россии российские инструкции абсолютно идентичны зарубежно я говорю о том как это сделано что может быть можно будет добавлять вот именно черным бокс вот этот black box так называемый который вот в идее например он пополняется постоянно более длительным периодом наблюдения за любым препаратом появляются новые данные о нежелательных явлениях и этот black box пополняется и я думаю что и российские инструкции должны обязательно точно так же так это и происходит когда обновляются инструкции а можно мнение сказать на ваш вопрос дело в том что мне кажется что когда условием для регистрации является участие российских исследователей это очень хорошее ограничение потому что оно имеет инфраструктурный смысл это получается что во-первых врачи задействованы в клинические испытания это в общем-то один из самых квалифицированных видов деятельности и второе что когда препарат появляется в употреблении в стране имеется критическая масса специалистов к которым можно обратиться за советом иначе бы этого просто не было а вот что наверное вещь мало целесообразная то что если препарат регистрируется после того как получена регистрация в Европе и в США то фактически вся процедура регистрации у нас сводится к дублированию того что уже есть и вот наверное вот этот как раз процесс он его целесообразность можно обсуждать отдельной регистрации уже об этом говорили у нас не отдельная регистрация просто мы уже неоднократно своим коллегам за рубежом говорили о том что если мы хотим одновременно да что-то ну или у нас должны быть равные взаимопризнания у нас на зарубежной рынке вы знаете тоже ни один препарат не допустит ни в день на свой рынок если они не проходят исследования то же самое в ЕС поэтому мы собственно говоря я думаю рынок вот именно международных многоцентровых исследований он ровно призываем коллег чтобы он одновременно запускался Российская Федерация это достаточно квалифицированный такой пол организации с врачами высоко квалифицированными поэтому я думаю что сейчас тем более в общем-то наверное вот те ограничения они показали все равно привлечение и рост и увеличение качества тех исследований которые есть да к сожалению приходится иногда теперь вот повторно но поверьте это не из-за того что регуляторика как бы ставит вот такие барьеры просто когда нам говорят что давайте вы нас будете в одностороннем порядке признавать а мы вот не так но в общем-то вот GMP это тоже показал что не все так замечательно и за рубежом поэтому я думаю что здесь вот конечно я просто почему Людмила Григорьевна спросила потому что действительно сейчас дискутируется о том что технологию вот эту ускоренного доступа в целом вообще в регуляторике в практике внедрить и Михаил Романович задал вопрос российские есть такие вот которые бы готовятся а готовятся в том-то и дело понимаете то есть поэтому мы не только там в отношении зарубежных а что есть уже площадки и сейчас их все больше появляется именно с точки зрения ресерч которые будут выходить вот с такими продуктами поэтому оправданно нужно сейчас достаточно какими темпами идти к тому чтобы дать такую возможность именно в рамках новых регистрационных процедур Елена Анатольевна предлагаю как зарубежные коллеги как и в ДИА зарегистрировали один из препаратов на основании уже исследований первой фазы повторить этот подвиг в России спасибо большое